Не до праздников. Новый год. Жители Киева и всей Украины опять будут встречать в условиях длительного вооруженного конфликта. В столице массовых гуляний не планируется. Тем не менее, даже в такое непростое время украинцы сохраняют оптимизм. Нашу тему продолжит наш специальный корреспондент в Киеве. Мы находимся с вами на Софийской площади. Здесь расположена главная новогодняя елка страны. В этом году ее высота всего лишь 12 метров, хотя ранее она составляла 30 и более метров. Елка поставлена за счет меценатов, а не на деньги городского бюджета. В этом году власти Киева не выделялись средств на создание новогодних локаций. Никаких обычных фудкордов и аттракционов на главных площадях страны не будет. В частности, отмечать на Софийской площади будут тихо и камерно. По данным опросов, более половины украинцев считает, что развлекаться сейчас нельзя. А с каким настроением жители Киева ждут Нового года и будут отмечать вообще, мне не отличается. Вообще настроение чудесное. Я лично хочу с друзьями просто поехать посмотреть на новогодние елки и на праздничное шоу. Если они будут, конечно. И просто погулять. Для нас Новый год это не очень-то и праздник. Мы больше отмечаем Рождество. Конечно, сейчас очень сложно отмечать Новый год, потому что мы все понимаем ситуацию. Но стремимся немного поддержать дух. Поэтому будем отмечать, но не очень пышно, чтобы просто соблюсти наши традиции. Так, известно, свято. Конечно, это праздник. И я буду его отмечать. И считаю, что это нужно для нашего народа. По данным Украинского института аграрной экономики, домашний новогодний стол на семью из четырех человек обойдется почти в 3000 гривен. Это около 75 долларов. То есть без малого на 10% выше, чем в прошлом году. К примеру, цены на картофель выросли на 75%. Мясо на 18%. На шампанское 27%. Это связано с уменьшением производства, ростом цен на топливо и усложнением логистики в условиях военного конфликта. Почувствовали это и жители столицы. Цены очень выросли. Как для меня, то все очень дорого стало. И на праздничном столе у меня ничего не будет. Готовить я ничего не буду. И праздновать я ничего не буду. И у меня душа не лежит к праздникам сейчас. Даже в такое тяжелое время хочется отметить этот праздник. Хоть в небольшом кругу семьи, но хочется отметить его. Цены выросли, конечно, да. Но, как обычно, ничего такого изысканного, ничего. Ну так вот, в кругу семьи все еще надо. К счастью, сейчас в Киеве немного легче и сильнее, чем год назад. Потому что нет массовых планов отключения света. Как обычно, в городе в новогоднюю ночь не станут отменять комендантский час. Он будет действовать с полуночи до пяти утра. Поэтому, согласно опросам, почти 90% украинцев собираются отметить праздник дома. И их пожелания и надежды на Новый год вполне понятны. Хочется мира, спокойствия, потому что мы очень устали от всего этого. Конечно, поводов для радости сейчас немного. И в этом году украинцам особенно хочется чуда. Наверное, как никогда раньше. Но главное желание, чтобы скорее наступил мир, а все родные собрались дома за праздничным столом. Так что будем надеяться на чудо. Дмитрий Линник, специально для CGTN из Киева.